Полувековая биография казахстанского хоккея богата на звездные имена. Пожалуй, всему спортивному миру памятна имя Бориса Александрова. В свои 17 лет он из Ускаменогорского торпеда был приглашен в ведущую команду страны в знаменитый ЦСКА. Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион СССР, мастер спорта международного класса, Борис Александров в чемпионатах СССР и МХЛ сыграл 400 матчей, забросил 177 шайб. А как он блистал в баталиях на Кубке Канады? Взнаменитые, мальчики, внимание, Жнуктов, пас на Александрова, гол! Бел Александрова, очень приятный молодой птич, добивает очень нужный шайб. Вот видите, наш массажир даже кулаком бомбит. Вот вам ликование, ликование, конечно, 3-3, забить. На чемпионате мира сыграло то, что у нас очень дружная команда была. В принципе, команда была как один кулак. И даже в те трудные моменты видно было, что кто там на лавочке, кто на льду, у нас были все единые. Я думаю, это очень здорово. Все возвращается на круги своя. И талантливый ученик Ускаменогорской хоккейной школы Борис Александров, после завершения своей игровой карьеры, перешел на тренерскую работу в родном же Ускаменогорске. И возглавляемая им сборная команда Казахстана, в марте 1996 года на чемпионате мира в Словении, завоевывает золотые медали. Чемпионат мира и чемпионат мира. Здесь никакие игры первенства МХЛ, они не идут в сравнение, естественно. Там совсем другой настрой, другая атмосфера, другая ответственность у ребят. Конечно, было и волнение. В принципе, мы готовились к этому, готовились к чемпионскому званию. Через два года новая сенсация. Воспитанники Ускаменогорской хоккейной школы, наставником которых является олимпийский чемпион Борис Александров, совершили настоящий спортивный подвиг. Ведь в 1998 году на зимних Олимпийских играх Нагана казахстанские хоккеисты буквально ошеломили весь мир, ворвавшись в число ведущих хоккейных держав планеты. Трагическая автомобильная авария оборвала жизнь Бориса Александрова. Но мы все его помним. Никто иной, как Борис Александров, в свое время при встрече сборной Советского Союза и сборной Канады, профессионалов, показал, как нужно играть в хоккей, в какой хоккей нужно играть. И все канадские средства массовой информации с упоением называли фамилии нашего земляка Бориса и восхищались его великолепной, виртуозной игрой. Своей игрой он радовал болельщиков не только нашей страны, но и Европы, и Америки. А возглавив нашу команду и национальные сборы, он добился высоких результатов, внес большой вклад в развитие всего казахстанского хоккея. И мы, игроки, получили огромное удовольствие, работая под его руководством. Светлая память Бориса Александрова. Светлая память Бориса. Субтитры создавал DimaTorzok